МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Трюмбач Анатолий, я глава правления благотворительной организации «Шлях до життя». В этом году нам уже будет 10 лет осенью. Так сложилось, когда-то в 2009 году мы начали работать. Вначале была создана инициативная группа. Тогда работала на стрельчевых я, Андрей Столяренко и Даша Петриченко. Писали мы проекты европейским нашим коллегам, чтобы получать зарплату, оплачивать офис. В общем, много таких было моментов, особенно финансовых, потому что помещение нужно было искать, платить коммуналку, расходы какие-то, на автобусах в Крапивницк ездить, в Киев, в общем. Да, не спонсорами никого у нас не было. И как-то так у нас получилось. Нас заметили, у нас получилось, и мы начали работать с ВИЧ-позитивными людьми. Работали мы, наверное, полгода. И как-то так потихоньку-потихоньку у нас, вот, часто нашу организацию ассоциируют с наркозависимыми людьми. Так получилось, потому что еще в 2009-2010 год основная масса ВИЧ-позитивных людей, это были люди, которые употребляют наркотики и инъекционы. И таким людям, наверное, была помощь нужна, чем больше таким, как социально адаптированным людям. Была дискриминация в больницах. Даже помню, одна мама была, у нее, она ВИЧ-позитивная была. И мне сестра нашла в ее карточке, что она ВИЧ-позитивная. Рассказала, ребенок ходил в садике. И рассказала всем мамам в садике, что у нее ребенок ВИЧ-позитивный. Ну, взяла вывод, потому что здесь решила, что мама ВИЧ-позитивная, значит, ребенок должен быть ВИЧ-позитивный. Хотя, ну, такого, ну, сколько я знаю, и процентов 95 женщины ВИЧ-позитивные рождают здоровых детей. В общем, мы занимались этой ситуацией. Приезжала 1+,1, СТБ. Добились мы все-таки справедливости, правды. Ребенок ходил в садик. Были ситуации, когда медработники, это тоже наркозависимый человек был, медработника отказывали ставить ему катетер под ключицу. Тоже помню человеку, был там парень уже, ну, мужчина. Там за 40 лет я прихожу в больницу, он уже такой, ну, в тяжелом состоянии был. Сидит, помню, там тумбочка такая в хридоре стояла. Сидит и плачет. Говорит, помоги мне, я хочу жить. Ну, на нем отказывались в то время ставить катетер. Тоже добились, катетеры поставили. Тоже, ну, со скандалами. Такими. И как-то пошло так, что мы занимались, ну, такими людьми. Потом к нам, ну, много людей обращаются там по разным вопросам. Он когда слышит название наше, там, благодейный фонд, благодейная организация, вот все думают, там, мы там олигархи какие-то и деньги там налево-направо даем. Обычно ходят за деньгами. Дайте, помогите, там, на операцию. Ну, хотя пытались мы, и пытались, и помогали, там, люди на операции, акции, создавали с депутатами, с нашими местными, там, даже человеку, помню, платили операцию. Он инвалидом был, оплатил операцию полностью. Собрали деньги, сделали операцию. Мы сейчас, ну, даже в здоровье, смотрю, по нему не видно, что он, группа инвалидности. Помогали переселенцам. Помогали мы. Женщина сгорела когда-то село, уже не помню, как село называется. Дом сгорел, у нее там детей маленьких тоже много было. Сгорело в доме вообще все. Тоже помогали. Мебель из Германии нам привезли тоже по нашей благотворительной линии. Там и кухня, там и ковры, в общем, много там вещей были. Там мы тоже село отвозили, машину нанимали, там, большую, спринтер, там, по-моему, полторы тонны отвезли туда мебели. Занимаемся мы, озеленяем город. Вот, а, и хочу сказать, вот мы сколько занимаемся, сколько так вначале там журналистов приглашали, там, освещали, там, нашу деятельность, там, рекламу какую-то делали, там, допустим, проводим акцию, там, рекламу нужно сделать, там, в таком-то месте, в такое-то время приходите, там, экспрессирование на ВИЧ, на гепатиты, там, на какие-то заболевания, чтобы люди приходили. Вот помню, какую акцию не проведут сюда люди, там, вот, там, наркоманами, кому они нужны, ну, грязи выливали просто намного. А потом, помню, решили мы, попросил на садик, на Кирова, название, не помню этого садика, за училищем, попросили нас купить три дерева, орехи посадить в садике. Пошли мы на рынок, нас тогда работало три человека в организации, купили, каждый купил по ореху. Принесли там посадить, где-то с детьми. Да, орехи, и тоже, там, эту прессу, журналисты освещали, не помню, кто написал. И думаю, ну, такое дело хорошее, там, в городе, в городе зеленяем, там, дети, там, ну, саженцы молодые, там, думаю, ну, вообще, там, позитивная такая новость будет. Когда смотрю, нет, там, идиоты, посадили, надо садить в полнолуние, они посадили в новолуние, там, в общем, я понял, что бы не сделало, но все равно всем не годишь. Сейчас пытаюсь на это внимание не обращать. Да, на меня не обращаю, как-то к этому привык больше. И с этих деревьев, вот, три дерева мы посадили, и потом потихоньку, потихоньку начали. Так, ну, акция все-таки понравилась и нам, и людям, большинству людей нашего города. Тем более, ну, особенно сейчас видим, как все вырезается, выпиливается, ну, раземняется. Маловато, хотелось бы, конечно, больше. И года два назад у нас была такая же, даже, наверное, больше, года три назад, вот, у нас была уже акция юбилейная, мы посадили 10 тысяч деревьев, посадили, раздали людям деревья и кустарников, это в городе Литцумрия. В этом году у нас уже десятилетие нашей организации будет осенью, я думаю, уже 10-20, мы уже деревья посадим в этом году. Тоже тут проведем такую, наверное, масштабную акцию, ну, посмотрим еще до осени. Время будет, как видите, ситуация такая в стране сейчас непонятная. Будет видно, даст Бог, посадим. И начали мы сажать, вот в последнее время, когда-то еще была Привозниченко, главврачом больницы городской, и говорит, давайте не будем сажать там орехи, там дубы, там липы, а посадим хвойники. Ну, два года назад, там, не два года назад, даже на площади Ленина, вот здесь, еще площадь Ленина называлась, Ленин стоял, посадили две елочки, две голубых ели. Одна засохла, одна прижилась, так хорошо уже пошла. Я так вот и приживал, думаю, Новый год скоро, думаю, главное, чтобы на Новый год, она на Новый год отстояла, потом, думаю, уже оно все, весна уже там летит. На Новый год она стояла, никто не прав. После Нового года елку срезали, украли голубой ели. Сажали на броскомогиле, вроде бы тоже кладбище, на броскомогиле думали тоже, кто там украдет, на броскомогиле воруют тоже. На нанятное дно и место, на светлополке сажали, посадили мы сорок чем-то самшитов, наверное, за неделю, первую ночь украли 9, там 11, в общем, осталось 9 штук. Каждый год потом досаживаем, возобновляем, если там осень украли, то весну сажаем, заново там досаживаем, даже в большем количестве, чем украли. Были у нас такие деревья, катальп, они входят, по-моему, в струйку, там есть пятерку самых красивых деревьев в мире. Посадили, это такой пилотный проект у нас был, посадили мы эти деревья, в этом году уже посмотрим, пойди должны выбрасывать, какие-то цветы. И они растут, чем они хорошие, они и красивые, цветут, там цветов больше, чем листьев, и дают они прирост в год до 5 метров. Это дерево довольно быстро растет. Занимаемся, проводим акции, помогаем больницам, буквально когда мы в пятницу, да, в пятницу, в пятницу, в пятницу, три дня назад, передали гуманитарную помощь в больницу больше на 130 гривен. Это экстраз тесты, на ВИЧ, инфекции, на гепатит, на гепатит B, гепатит C, ВИЧ и сифилис. Шприцы, салфетки, в общем, там куча пантерс, там пеленки, в общем, даже не помню всех наименований, там хрификаторы, такие детские, хорошие. До этого привозили, мы вообще, помню, у нас в Киеве тоже, мы вышли на наших таких помощников, ну, коллег по работе, они нам давали гуманитарную помощь, два раза мы привозили машинами, они раз, не помню, кто нам на 200, привезли, вторую ходку мы сделали, полный полторы, там тоже, я думаю, на пару миллионов ривен, еще в 100 времен привезли медикаментов, раздавали по больницам тоже. Это горбольница была, и онкодиспансер, и районная больница, наркология. В общем, пытаемся помочь везде, и всем, насколько хватает наших сил, и возможностей. И меня часто страшивают, какая ваша самая, наверное, такая, что вы сделали, какое дело, которое вам запомнилось. Вот у меня запомнился, когда там вышел указ всех бездомных ложить в зимний приют, во время мороза, в больницу, потому что многие в группе, там люди начали умрать, мы вышли заморжать, и у нас в больнице, еще раз, мы тогда положили больше 20. Несколько лет назад, когда-то гуляли мы, звонко, я и Руслан Гаврилов, не гуляли, поехали по работе, на еврейское кладбище. И, возвращаясь назад, звонко говорит, пошлите вам покажу самый старый мост нашего города. Я так еще так удивился, думаю, где тут мост, самый старый, не могу ли, нашего города. Я думал, это металлический, который идет через войну, в этом, медленной фабрике душа. Когда не металлический, там, арочный мост, каменная основа, мне же интересно стало. Пошли на подружки, мы зашли туда, правда, его там видно не было, потому что узкие деревья, пандурьян, плюс мусором, почти до основания было засыпано. Там мы когда же ним занимались, там уже на расстоянии, сантиметром 25, там, 20 было, там уже собаку не тогда могла пролезть, ходить на стон. И подошли, так посмотрели, Руслан Гаврилов говорит, хорошо, если у вас там не видно было, да. И прошло уже несколько лет, то всегда, в смерти Гаврилова, тоже был на этом известном пандиче, и Дензов Мист, и с самого Дова Гавриленко Сергей, журналист наш, Алицаревский ответ. Подошли мы к этому мостику, смотрю, там, ну, десятка, полтора кирпичей, такой-то, я думаю, и вложений надо, думаю, мешок семенков, там, песка, мешок, 15 кирпичей, купим, там, акцию проведем, в Гребенустр, в город машину, даже, думаю, день-два, мы мостик сделаем. Ну, то провели мы первую акцию, начали выгребать, а начали выгребать, там, 15 кирпичей, и пошло, там, в дужу, там, в общем, там, сотни-две кирпича, надо, не 15, да, потом, да, что гребем каменное основание, там, камней нет, в общем, фундамента нет, но там, работа оказалась намного больше, там, не один день, не два, там, а, уже почти мы там, вот занимались, и еще работа есть. Ну, этот мостик мы восстановили, арку сделали, каменный основу, фундамент поподливали, поставили брила, скованное, и два столба, в этом году планируется еще, знаете, подписчиков, заслужить, как положительный. И в прошлом году, в 2022 году, я был отмечен, как, общественный виден, года. Конечно, это было очень приятно, потому что мы столько занимались, этой деятельностью, ну, никогда, не замечали, ну, не отмечали нас, ни меня, ни лично, как, в управлении организацией, ни организацией, никакими грамотами, там, поднятием, тем более, такой, что, азаматский лидер, прокурат, солидная его, премия. И хотел сказать, спасибо своим помощникам, что помогает, там, начинали, там, Даши Патрищенко, Андрей Саверенко, сейчас работал, Юда Санжара, хотел сказать, ну, вам слово благодарности, ну, мы команда, мы коллектив. Спасибо.